В силу своей работы я очень много общаюсь с разными людьми. И мне, конечно же, хотелось бы, чтобы при взгляде на меня у людей настроение не портилось, а наоборот поднималось. И, конечно, вот это несоответствие отражения в зеркале тому, что я чувствую внутри себя, это немножко напрягает. И я работаю в косметике очень много лет, поэтому история с пластической хирургией, вообще с косметологией, для меня это не какая-то новость. Я очень хорошо понимаю, как это работает, у меня там нет каких-то опасений. И когда я поняла, что уже какие-то малоинвазивные методы помогают мне плохо, то я уже начала задумываться о том, что, может быть, надо как-то вот раз и надолго этот вопрос решить. Ирина, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну что, как у вас настроение? У меня хорошее настроение. Я, конечно... Вы готовы? Немного волнуюсь, но в целом я готова. У нас с вами большая-большая-большая процедура, будем называть так, большая косметологическая трехэтапная процедура. Ирина, я хотела с вами попеседовать по поводу вашей последней просьбы, по поводу которой мы с вами переписывались по почте. Вы хотели дополнить операцию изменением кончика носа и возможным изменением спинки. Я написала о том, что изменение спинки влечет за собой немножко изменение техники ринопластики, и она будет более обширной. Это должна быть открытая ринопластика с иссечением фрагментов в области спинки носа. Если прорисовать линию по центру, то для того, чтобы сузить спинку носа, уменьшить расстояние, нам необходимо удалить костные фрагменты вот в этой вот части и сделать это максимально симметрично. Сейчас я заштрихую их. Это костные фрагменты в области корня носа и хрящевые фрагменты, соответственно, в области спинки. Поэтому это открытая ринопластика и достаточно обширная операция. Поэтому мы сошлись с вами на том, что мы в основном занимаемся кончиком носа, то есть сужаем кончик максимально за счет того, что удаляем часть хрящевых структур в концевом отделе кончика носа, и за счет этого мы его сужаем. В этом случае ринопластика может выполнена быть через закрытый доступ. Это доступ, при котором хирург делает все разрезы внутри полости носа и снаружи следов не остается. В отношении кончика носа хотела бы добавить еще несколько слов. При взгляде в профиль нам с вами бы хотелось иметь чуть более приподнятый и открытый угол между кожной частью перегородки носа колумелой и верхней губой. Это достигается небольшой ротации кончика носа, что влечет за собой помимо коррекции хрящевого отдела носа, еще и небольшое понижение спинки вот в этой вот части. Тогда кончик носа будет выглядеть максимально приподнятым. Вот, поэтому наш план операции, мы обычно всегда фотографии берем с собой, на них пишем небольшой план операции. Начинаем мы наш проект с того, что мы будем выполнять пластику верхних век. Это необходимо, чтобы сохранить всю разметку, которую мы с вами сейчас делаем. После этого мы перейдем на кончик носа, сделаем все манипуляции, необходимые на носу. Гипс мы во время окончания операции на носу ставить не будем, просто введем носовые сплинты, чтобы слизистая заняла правильное положение. Это специальные трубочки, через которые вы можете дышать. И после этого мы уже перейдем на манипуляции на лице. Вот таким вот образом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Шевчики в области правой мочки не прорезались, все сохранено. Поэтому я сейчас немножечко корку отмочу во время перевязки, внимательно посмотрю на края ткани. Если все нормально, то мы шевчики оставим еще на 3-4 дня для дополнительного закрепления, чтобы мочка оставалась прификсированной подольше. Там, где была небольшая гематомка на шее, потихонечку все расходится. Я вас благодарю за то, что вы делаете после реабилитационной процедуры микротоки. Дополнительно помогает вам восстановиться. Поскольку операция большая и комплексная, учитывая пластику лица, и ринопластику, и пластику верхних век, объем большой, поэтому и восстановление несколько более длительное, чем обычно. Очень естественные получились козелки. Очень мне нравится контур. Прошло 2 месяца с того момента, как я попала в руки Кольге Носовой, и она сделала мне круговую пластику, блефропластику и пластику кончика носа. И прошло все-таки не так-то много времени, но я уже сейчас вижу прекрасный результат, и мне очень нравится то, что я вижу в зеркале. И я думаю, что будет еще лучше, потому что еще 2 месяца – это не такой-то большой срок. Я очень довольна тем, что я решилась на этот шаг. Я считаю, что это было правильное решение. Конечно, были у меня и сомнения, и переживания, но после консультации с доктором, после обсуждения на операцию я шла уже совершенно спокойно и уверена в том, что все пройдет хорошо, и все получится. И я считаю, что это тоже очень важно – быть уверенной, не бояться ничего, и стойко переносить все проблемы реабилитации. Это нелегко. Это и отеки, и синяки, и голова немножко побаливает. Но это все проходит, а когда это уже проходит, забываешь об этом и не думаешь уже об этом. Все хорошо отреагировали. Все, кто знал о том, что у меня была операция, все очень меня поддерживали. Некоторые подружки даже приходили меня навещать, когда я еще в пояске была, и восхищались моей смелостью. Для каких-то своих подруг я стала просто героем, потому что все говорят о том, что надо что-то делать, но мало кто решается на какие-то такие изменения. Те, кто не знал об операции, смотрят на меня с большим интересом, но ничего не говорят. Я не скрываю факт операции. Если меня об этом спрашивают прямо, я всегда отвечаю и объясняю. Ну, конечно, если меня не спрашивают, то я и не заостряю на этом внимании. Я считаю, что тут совершенно нечего стыдиться. Наоборот, это очень круто. Почему бы и нет? Муж отреагировал очень хорошо. Он меня поддерживал с самого начала. И, в принципе, он был практически рядом со второго дня после операции. Он помогал мне снимать повязку, помогал мне мыть голову первый раз. То есть он как-то вот прямо очень-очень рядом был и поддерживал, и радовался. А сейчас он смотрит на меня с большой любовью и говорит мне, что я очень хорошенькая, что очень приятно слышать. Ну и, конечно, я бы хотела сказать, что если хочется изменить что-то в своей внешности, если вы недовольны своей внешностью, не надо бояться, надо идти и делать. Самое главное – это выбрать врача, который вызовет доверие, который действительно является профессионалом, выбрать правильно клинику. И очень важен, конечно, боевой настрой, настрой на победу, вера в то, что все будет прекрасно. Продолжение следует...